В Орловской области продолжается расследование дела об убийстве 9-летней школьницы Вики. Тело девочки нашли в подвале прямо под ее квартирой. Вероятного убийцу задержали практически сразу. Тихий библиотекарь приехал сюда из другого поселка, жил с семьей, с детьми. Как сообщили следователи, его небезосновательно подозревают и в других преступлениях в отношении несовершеннолетних. Сейчас правоохранители получили возможность пролить свет на еще одно убийство, совершенное 16 лет назад. В 2005 году маленькое село Казарь встрепенулось, пропал ребенок, мальчик, 11 лет. В тот день последний его видела бабушка, внук попрощался с ней, вышел из дома и пропал навсегда. Мальчишку искали, допрашивали друзей, учителей. Но следы ребенка терялись. Спустя 16 лет тело мальчика нашли далеко в лесу. А показал на это место мужчина, которого прямо сейчас обвиняют еще в одном дерзком преступлении. Мужчина уже дал подробные показания, их проверили. Он на месте указал примерное местонахождение трупа. И волонтеры межрегионального поискового объединения «Костер» смогли найти тело мальчика и предметы его одежды, рассказали в региональном управлении. Когда правоохранители прибыли на место, в яме они нашли уже только кости. Одежда подходила под описание в деле, над которым следователи бились все эти годы. Сейчас по этому делу назначены экспертизы, следователи готовятся предъявить злоумышленнику обвинение. И неизвестно, сколько эпизодов будет в этом уголовном деле. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчины могут еще инкриминировать преступления против двух девочек-школьниц. Известно также, что при устройстве на работу в школу никто не попросил у него справки. Пока все шокированы происходящим. Рядом с ними более 15 лет жил настоящий убийца, который был уверен в собственной безнаказанности, а за закрытыми дверьми домов творились страшные вещи.